Что не день, то споры о переименовании. Активисты в красных куртках на улицах города в этот раз не коммунисты. Это молодые люди из движения «Новый рубеж». По их мнению, переименование необходимо. Вопрос лишь в том, на кого или на что сменить Энгельса. Есть разные мнения по данному вопросу. Большинство из них поддерживают переименование, но есть вопросы относительно в честь кого переименовать. Кто-то считает, что действительно Большую Шереметьевскую стоит назвать. Очень многие в нашем движении считают, что улица должна быть, проспект вернее, в честь молодежи. Это студенческий проспект, университетский, молодежный. Эта точка зрения тоже достаточно основательная. Молодые активисты пытались объяснить жителям, почему переименование необходимо для города. Раздавали листовки с нелицеприятными высказываниями Энгельса о России. Впрочем, как и следовало ожидать, ивановцы не знают не только о том, что говорил Энгельс, но и о переименовании проспекта слышат впервые. Я не слышал, что его собираются переименовывать, но я, в принципе, не против. Почему не против? Ну, потому что я как бы не живу на фридухе, у меня не будет проблем со сменой паспорта. Впрочем, такое беззаботное отношение черта молодежи. Люди в возрасте в основном против переименования. Инна Усанова старожил, живет в Иванове она с 1933 года. Мне все равно бы, но я жалею деньги расходовать, чтобы нам пошли на такие вещи, где больше люди нуждаются. Вот я так думаю. Подписи в поддержку переименования собирали у химбанки. Согласия, опять же, давали в основном молодые люди. Однако нельзя сказать, что в поддержку Шереметьевского проспекта выстроилась очередь. За полчаса агитации активисты собрали 17 подписей. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.